Привет, друзья! Мы тут еще прославляем отца! Как будрать тело, небесная семья! Пусть течет меня, Божья вода, не дайте мне! Ногами дна, давай с нами! Пусть течет меня, Божья река, пусть течет меня, Божья вода, не дайте мне! Не дайте мне! Ногами дна, давай с нами! Привет, семья! Привет, привет! Мы бодры, активны, непобедимы в этом чудесном брачном посте! У нас тут все смешается! По нам это все видно, мы бодренькие, красивенькие! Я сегодня целый день то зарядкой занимаюсь, то наслаждаюсь! То занырнет, что не вынурнуть его оттуда никак! Люди, админы требовали названия эфира, а пастырь как занырнул... Название эфира я скажу всем! Всем названия нашего эфира сегодня не знают даже админы, не знают ни ангелы... Вы первые! Вы первые! Знают только Отец Небесный! Знает только Отец Небесный! И тот, кому он хочет открыть название сегодняшнего эфира – Бестелесное тело! У-у-у! У-у-у! Мы можем с вами так посмеяться? У нас очень классное настроение! Я надеюсь, что вас тоже. сестрички дорогие сегодня делились нашим прекрасном даре том числе и в личку писали как чудесно всегда пост он был каким-то изныряющим каким-то сложным о нем только подумаешь уже сразу апатия ничего не хочется туда даже глазиком смотреть а в этот раз просто великолепно немножко там головные боли у кого-то классно токсинчики выходят из ваших нетленных золотых мозгов с вашего прекрасного нетленного ковчега это чудесно меня просто прет друзья просто распирает внутри вот этот энергия которую мы активировали или я не люблю слова активировали но обнаружили активный сегодня мы еще будем говорить о теле а завтра если вы думаете что мы на этом закончим и те кто сегодня постился три дня и вот у вас уже настало трое суток у вас есть в любую минуту свободное решение после эфира можете заканчивать если трое суток да если не настало трое суток то можете еще один день вместе с нами потому что мы солечки поэтому будем в этом еще до завтрашнего вечера и завтра вечером мы сделаем молитву наши молитвенники присоединяться и будем праздновать этот ну просто наш праздник это будет эпогей всего нашего пира добавлю что это будет зум так что спешите в семь часов без опозданий заходить в зум потому что места ограничены как вы знаете мы конечно заблаговременно об этом позаботимся но будьте очень очень быстры на принятие решения участвовать в этой молитве у нас будут крутейшие молитвенники поэтому будет просто потрясающее чудесное замечательное время друзья это классный опыт классный опыт мы еще все небесной цивилизации по моему такого не делали мы делали интенсивы там и были у нас и посты разные но именно в таком контексте что мы обнаруживаем активность нашей настоящей природной божественной энергетической системы отца которые мы были от начала это было наше это было ток че ну как бы возле чего мы или в чем мы возрастали в чем мы вообще родились в чем мы произошли и когда я говорю что мы произошли или родились конечно речь о явлении явление не то что мы появились или когда-то не были мы были всегда скажи я был всегда всегда была аллилуйя и что я хочу сказать дорогие давайте чуть-чуть прокомментирую то что сейчас происходит 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 то что сыпется все более я даже не ожидал что столько из вас наши дорогие слушатели друзья наша семья отреагирует на этот призыв на брачный пир вот на самом деле и что интересно что свидетельств все больше с каждым днем о пережитых состояниях многие из вас кто вообще никогда не входил ни в какие посты или имела посте самое негативное мнение там знаете впечатление сегодня вы свидетельствуете с радостью это вы знаете для меня это как нищие благовествует не то что вы нищие не ну не цепляетесь к словам керлокам их нет а то что тот кто был в этом вопросе нищ не имел ну ничего хорошего сегодня благовествия сегодня они сегодня я читаю такие свидетельства когда женщина говорит я там на огороде третий день мне была слабость но вышла на животворящий огород поработала солнышко меня согрело я прям почувствовал эту энергию молодой парень который в посте горит и энергии столько что даже вечером вот третьего дня пошел то есть на треть на третий день вечером энергии девать было настолько некуда что пошел на турники заниматься сгонять энергию а мне понравилось у нас есть тоже прекрасно в даре одна сестричка на горит прошла по моему двадцать семь тысяч шагов что ли но не буду врать какое количество в общем достаточно и думаю но все наверно устала а ей подниматься на четвертый этаж и и прям для себя внутри услышала показалось я просто обожаю вот это вот выражение показалось если что-то где-то какая-то декорация замаячила показалось и сестричка на четвертый этаж ноженьками поднялась и на самом деле показалось свежа бодра и непобедимы кто-то кто-то говорит о том что не принимает таблетки какая-то сестра писала что ну хорошо себя чувствует нет смысла таблет обезболивающе даже друзья мы боли попроходили я просто не будем это зачитывать чтобы не то что время не терять но просто верьте смотрите наши чаты там все это пишут мы все это берем оттуда это не то что нам кто-то лично позвонил по секрету сказал это все наши чаты поэтому пишут такие вещи что прилив энергии небывалый просто небывалый кто-то исцеление получил там кости боли какие-то по проходили это оу вау друзья мои и это самое самое только искра того что нас ждет сам отец он через эти вещи он подтверждает на вы на правильном пути молодцы я люблю когда вы это делаете и классно что вы ведете осознанную жизнь и да я знаю что тех кто зашел пишут вторые сутки тех кто зашел в это дело в понедельник вечером в эфире конечно ваш третий день он закончится завтра вечером после эфира да после эфира поэтому мы вас всех приглашаем на завтрашний еще наш молитвенный уже будет молитва это будет ну просто водопад и приглашаем на завтрашний молитвенный пир это как на свадьбе горько это как горько ну честно мы просто молитвенно молитвенно так в течение порадуемся и скажем друг другу мы это сделали потому что каждый наш проект каждое что мы делаем мы должны всегда просто как венец брать знаете вот чтобы никто нашего венца 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 не восхитил нашей радости никто не должен отнять никакой знаете просто даже мысль ну что вот там три дня нет все должно быть такой жирной праздничной точкой и на пасашок поэтому завтра мы вас приглашаем если кто-то вдруг хочет зайти на четвертый день вы уже три дня ну слава отцу вообще вы молодцы давайте вместе с нами если нету ни о чем не переживайте еда пишут что вот еде не думается бодряк все вот это то друзья мои что мы ну как бы цель одна из целей которые мы шли я хотел чтобы вы несмотря на отказ от еды чувствовали в теле бодрость и запеленговали это чтобы вы запеленговали это и сказали себе вау это круто это здорово и что касается но для меня вот это вот свидетельство да о том что без еды о еде не не думается чувствуется себе хорошо классное настроение для меня это сигнал о том что вы очень хорошо замотивированы вы очень хорошо замотивированы и вы прекрасно понимаете что значит суть этого поста что это не отказ от еды у вас есть цель у вас есть видение для чего вы это делается поэтому и легко когда человек он просто не обдуманно потому что там ну за компанию да ну вместе вот коллективно а возьму попробую таким людям как правило сложновато а когда ты реально понимаешь для чего тебе это для чего то есть мы не ограничиваем себя мы просто-напросто на это время решаем что для нас благо делать вот именно так поэтому и легко эмэн эмэн так кто-то нам пишет что у меня лицо другое непривычное ну вы знаете что когда ты приходишь на брачный пир ты становишься светящимся таким вот ну если вы меня спрашиваете конечно по секрету скажу что я не три дня и почти всю неделю живу в таком очень режиме без еды вот поэтому ну это вообще пусть вас это не смущает пусть вас это не ничем не отталкивает на самом деле чувствуя себя просто классно вот у меня бодрость полон сил радости и больших больших ожиданий что я еще хочу сказать кроме того что вы пишете эти свидетельства что так радостно проходит ваше время в этом брачном пире друзья мои это самое начало я хочу напомнить и всем кто не смотрел наши может быть предыдущие эфиры сказать что отец просто открыл целую веху это не значит что мы сейчас будем из постов не вылазить пьяный ты сидишь тут да я реально я просто вообще под воздействием не обращайте внимание я под воздействием вот поэтому друзья я под воздействием просто тем не менее моя мое пьяное послание сегодня мое пьяное послание оно будет очень таким вкусным вкусным во первых во вторых оно будет очень назидательным я буду еще еще открывать всю при весь прекрасный мир брачного первого знаете что брать о брачном пире не так уж много сказано а что вы раньше знали о брачном пире вы знали о брачном пире только то что вы умрете придете туда где все хорошо там накормят напоят и чё там будет непонятно то есть что-то вкушали там найти какое-то вино и так далее вы понимаете что то что мы сейчас делаем это вообще совершенно другая глубина это глубина широта высота и причем это не воображаемая какая-то штука а самая практичная которую можно пережить и мы упоминали я говорил о том что отец не сказал прямо сотворить как бы создать целое движение на эту тему и мы это делаем мы будем еще это делать у нас вот проект в казахстане и это просто ну бомба там знаете я сегодня рассматривался фотографии с того места это такое живописное место классно и там мы будем 10 дней вот на этом брачном пире и я буду там учить о сотворении реальности а представляю как мы сроднимся там вообще вот представьте что та команда 100 человек которые там предназначены быть это просто я не знаю это какое-то ядро чего-то нового такого будет что просто знаете многие пройдут через это у меня уже есть мысль что я еще буду делать такие проекты но знаете благодать такая быть первым вот это круто не знаешь напомнила как в детстве мы ездили в лагеря на летние да и там находишься там две недели и настолько со всеми сроднишься уезжаешь уже плачешь кажется как-то мы жили друг без друга как теперь жить такого прям похоже очень ощущение когда думаю за этот пост это что-то такое сакральное точно кто-то пишет идем на четвертый день я работаю на вкусных продуктах а сейчас и сейчас на работе чувствую себя прекрасно видите религия ведет в пост якобы по следам иисуса но цели поста ложные и они не только не помогали но и вредили я еще раз хочу напомнить и мотивировать вас еще раз друзья что религиозный пост это просто жесть вообще вот просто еще и до сих пор слышу я думаю еще не раз мы будем это упоминать потому что все равно приведу вам пример вот пишет мне например человек и говорит я не хочу жить у меня там такая типа опустошение не могу любить свою семью не получается любить и слушать внимательно говорит смотрю все ваши услышите меня все ваши смотрю мая с молитвы с вами повторяю но прошу у господа дай мне любовь моей семье игорь это ничего ни нежности не любит и я зайцы что первое что заметил человек пишет что я смотрю все ваши но я думаю где я учил просить у господа любви в семье я нигде такого не учу вообще а я учу что любовь это ты тебе вот когда ты просто когда ты просишь у господа любовь это означает что у тебя ее нет ты просто в небо в этот момент кричишь нет у меня любви нет у меня любви и небо фиксирует это у не имеющего отнимется и что с человеком происходит он погружается во все большее отчаяние когда мы уже усвоим этот принцип ну тот кто меня слушает я этот закон животворящего духа имеющего приложиться миллион раз вспоминаю я говорю что любовь уже в тебе даже еще в незапамятные времена в свои когда я проповедовал харизматические проповеди я говорил любовь божия излилась в сердца наши духом святым если тебе и искать где-то эту любовь то внутри себя и знать что она там уже есть точно а теперь еще мы двинулись дальше что ты не просто любовь себе имеешь а ты есть любовь потому что каков небесный таковые небесные бог есть любовь и ты есть любовь потому что ты божественный и с постом точно так же я уверен что еще куча будет нам вот таких моментов что я взял пост чтобы бог ответил мне это не то это не то это все ветхий завет бог в сыне всем ответил на все и навсегда открыв тебе сына ты получил все абсолютно поэтому если тебе что-то и искать искать это в себе и что мы делаем во время поста во время поста мы говорим это специально что это брачный пир мы не просто найти гнем голову и там на от еды отказываемся это вообще другое наша задача наша как бы цель во время брать поста это вкушать от брачного пира и забегая вперед я хотел это в конце сказать но скажу сейчас какая вот многие там знаете даже не понимаю это какая цель вообще у брачного пира ну вот это вот брачный пир какая цель вообще так спрашивают обычно религиозные ветхозаветные люди потому что они привыкли что у поста есть какая-то цель трясти бога за бороду и чего-то у него добиться взять а здесь не так чтобы понять цель брачного пира я сейчас скажу тебе это просто откровение вот одно только это знаешь и все цель у брачного пира какая вообще а какая цель вообще у пир слушай внимательно цель брачного пира наслаждать свое тело люди туда идут кушать кушать многие яства и я вам докажу это когда им говорится идите ибо уже все готово что готово еда готова все откормленное заколото все там это идите все готово то есть человек идет на брачный пир ему даже говорят это будет угощение это будут танцы это будет общение приятная нам знаете не какой-то там невербально вот конкретно и цель брачного пира наслаждать тело естественно я сейчас говорю за обычную свадьбу вот обычная земная свадьба и туда приглашают гостей любой гость туда идет с тем чувством что он сейчас будет наслаждать свое тело едой вином там например да там и танцами и вот этим общением и у брачного пира друзья мои если у земного вот этого пира цель наслаждать тела то у этого пира у обычной свадьбы цель наслаждать тело естественно я слушай сюда у брачного пира о котором мы говорим есть цель наслаждать тело сверх естественно и тело славное и что происходит когда человек например наслаждать своё естественное тело яствами, что происходит? Оно тучнеет. И когда человек наслаждает своё славное тело яствами, оно проявляется. Проявляется. Теперь кто-то скажет, ну неужели вот эта цель всего проявить славное тело? Конечно. А я вас хочу спросить, друзья мои, а цель прихода Иисуса сюда вообще какая была? Проявить славное тело. Понятно, что если ты только пришёл к Богу, как мы раньше говорили, у тебя думают, он пришёл спасти нас от ада, он пришёл ещё что-то там, на эти грехи покрыть ещё. Да, но дело в том, что и грехи, и все те вещи, о которых вы там будете говорить, они-то как раз и мешали славному телу нашему проявляться. Человек стал умирать с тех пор, как слава сошла с него. Понимаете, о чём речь? Поэтому наслаждать своё славное тело и уточнять его, или, как правильно сказать, заставлять его проявляться, выходить наружу, это и есть цель брачного пира. Наслаждать. Не отказ от еды, не проверить, сколько ты протянешь без жрачки, а именно насладить своё славное тело с тем, чтобы оно проявилось. И оно проявляется физически. Это не надуманное, это даже не… Ну, извините, созерцание — это очень важно, но это иногда кажется… Ну, я созерцание вижу, но физически ничего нет. Вот это именно тот момент, когда физически… Физически это видимо, это ощутимо, это проявлено. Вот что мы имеем в виду под этим термином. Аминь. И поэтому вы уже, я верю, освоили эту молитву, да, как сила воскресения проявляется. «Сеется в тлении, восстаёт в нетлении. Сеется в бесчестии, там, уничижений, восстаёт в славе. Сеется в слабости, восстаёт в силе». Халилюя. И самое главное, как подведение итога, сеется естественное, восстаёт какое славное, сверхъестественное. И хочу сказать, друзья мои, что на самом деле там написано, да, «духовное тело». И мы говорим о том, что духовное тело — это сверхъестественное тело. это наше тело, проявленное в сверхъестественных возможностях животворящего духа. Напоминаю это снова и снова. Вот цель так называемого поста. Пост — это отказ от матриц внешнего мира. Сегодня я тоже за это скажу. И скажу, как это вообще работает. Сегодня мы поговорим о очень практичном. И, конечно, помолимся. Я верю, что вы осваиваете эту молитву. Возьмите её себе на вооружение. Мы сегодня примем причастие. Да. И возьмите себе на вооружение то, что в этой молитве сказано. Прямо говорите себе. «Восстаёт тело славное. Восстаёт тело сильное. Восстаёт тело крепкое. Восстаёт сверхъестественное». Все эти слова. Обязательно говорите. «Восстаёт тело нетленное». И прямо слово «восстаёт» должно у вас вызывать радость внутри. «Восстаёт». Смотрите, заметили, что здесь не восстанет, а восстаёт. Вы говорите, как на небе, так и на земле. Ныне, тотчас, сейчас. Это происходит. Восстаёт. Оно восстаёт. И вот что важно. Хорошо, что вы тут пишете нам. Да. И я хочу, чтобы это не было действительно изнуряющим. Поэтому делайте всё для того, чтобы это было на бодрюке, на радости, на таком победном чувстве, что вы… В удовольствие. В удовольствие. Тело должно быть бодрым. Первое проявление того, что вы всё делаете правильно, тело должно быть бодрым. И вчера мы говорили о том, что есть такой детонатор, ну как подсказка. Подсказка — это физическая активность. То есть люди иногда в посте, они думают, что им надо всё время сидеть или лежать. Выжидать, когда бодрость настанет. На самом деле бодрость — это инициативная штука, её надо инициировать. И Павел сказал, физическое упражнение мало, но полезно. Мало — это значит… Помните, как у Якова ещё есть такой пример, он говорит, смотри, небольшой огонь так много вещества зажигает. Вот что такое физическое упражнение. в осознании того, что ты проявляешь активность, это то же самое, для чего вы поднимаете руки. Это то же самое, для чего иногда человек становится на колени. Он хочет, чтобы дух, душа и тело они в единстве делали одно и то же. Вот Павел преклонял колени, Иисус преклонял колени, это нормально. Точно так же танцы, точно так же дыхание, точно так вся физическая активность, которую вы делаете, это для того, чтобы сдетонировать, это для того, чтобы в теле начало проявляться внешне то, что проявляется внутри. И потому что дух и тело — суть одно. Как отец и сын — одно, так дух и тело — это один дух, соединяющийся с Господом, один дух с Ним. Тело, соединённое с духом, является духом. Дух стал плотью. Вот эту аналогию, друзья мои, все эти концепции, все эти образы, они так ясно представлены в Писании, так ясно представлены, что просто легко разобраться. Тело требует усыновления. Соединяющийся с Господом один дух с Ним. Если тело соединяется с духом, тело проявляется как дух. Дух, слово, стал плотью. Вот ещё одно. В Сыне соединилось всё небесное и земное, то есть духовное, физическое, всё стало духовным. И много-много чего такого вы можете найти. Между прочим, между телом, то есть видимой частью, славой Духа и Духом, будем называть тело телом, между телом и Духом существует постоянное перетекание славы, точно как между отцом и сыном. Послушайте, между телом и Духом существует постоянно передача друг другу полномочий. Иногда Дух передаёт полномочия телу, тело передаёт полномочия Духу. Не потому что, знаете, есть такая фраза у нас, у проповедников даже, такое, что это уже сфера Духа, тело этого не может, это сфера Духа. Но на самом деле это неправда. Тело может абсолютно всё, что может Дух, абсолютно, и мультилоцироваться, и находиться во многих местах, и летать, и бегать, и перемещаться, всё, что угодно. Абсолютно. Потому что это новая слава Дух. Но поскольку мы этого никогда не видели и не пробовали, мы решили для себя, что, значит, где тело не может, может Дух. Нет. между ними существует равенство, такое же, знаете, как Иисус, Бог, который стал плоти, говорил о себе, как о равном Богу. Почему человек — это новая слава Бога в плоти, а Бог, Дух, Он не ограничен. На самом деле это то, что видят ваши глаза и то, что случилось с людьми не от начала. От начала тело было задумано как новая слава Духа и никаких ограничений не было. Но между ними существуют отношения, точно так, как между отцом и сыном. Например, для чего отцу нужен сын? Это отношения. Почему? Если брать с точки зрения божественной, вот этот спор зачем был нужен, что с какой-то сын он равен отцу, и они суть одного. Для чего этот спор нужен? Друзья мои, это, знаете, рационализаторские, человеческие, религиозные мозги, они этого не понимают. Но внутри природы божества есть отношения. Точно так, как тело с Духом, они отношения проявляют. Скажите, зачем отец послал сын? Ну, если вот просто концепт, зачем? Он сам не мог всё сделать? Мог. Но это отношения. Зачем Духу нашему с вами нужно тело? Разве недостаточно того, что мы Духи и всё можем? Это отношения. Это новый формат. Дух уступает право действия телу своей новой славе. Как написано, и сын, самое интересное, что это тоже слава Отца. Написано, сын есть слава Отца. Тело есть слава Духа. Понимаете, друзья, и тело, это вот как сын слава Отца, тело слава Духа. Это очень мощно. И что мы читаем? Что когда написано «Отец покорил сыну всё», написано «Сын потом вложит это к ногам Отца». Отец потом снова берёт всё сыну и отдаёт. И так они друг другу передают всю власть и всю силу. С тем происходит то же самое. Есть ли сейчас необходимость телу сдавать полномочия Духу? Нет. Дух сейчас наделяет всё больше полномочиями или как явлениями тела до момента, когда это равенство станет и сын передаст это покорённое Отцу. И потом снова произойдёт другое. Что произойдёт? Тело возвеличит снова Дух Животворящий и начнётся новый виток какой-то истории. Божественной роли роль нас с тобой. Он уставал, он хотел есть и принял свою роль образа раба. То есть во всём этом видно, что как будто менялась передача, оно становилось наделённым духовно, то есть сверхъестественным, и в то же время могло быть обычным. Это явление сверхъестественного славного тела. и заходишь в это открепляя образа жизни, чтобы тело это проявлялось. Сделать это проявляемым, чтобы ни с чем это не спутить. В этот момент происходят вот такие вещи. Я сейчас проконстатирую, какие вещи происходят. Первое. Что-то я напомню, а что-то скажу задану? Плоть, так называемая плоть постящегося становится тонкой и лёгкой. Должна быть ощущение тонкости и лёгкости. Что происходит с духовной жизнью в этот момент? Духовная жизнь проявляется в своём совершенстве. Почему? Потому что духовная жизнь течёт внутри тебя постоянно, но здесь она начинает течь и снаружи тебя также. Не начинает течь, а проявляется течение снаружи. Вот почему это важно. Дальше эта духовная жизнь открывает себя чудесными явлениями. Скажи со мной явлениями. То есть я хочу сказать, что всегда пост, брачный пир, нужно ожидать, что он будет сопровождаться чудесными явлениями. На уровне ощущений, на уровне нового ощущения присутствия, на уровне нового созерцания, на уровне обнаружения каких-то вещей, которых ты не чувствовал, новых вибраций, ангелов. И всё это должно быть ожидаемо. Ожидаемо. Что ещё происходит? Вот это важно. Друзья, самое то, о чём я сказать сегодня хочу. Внешние чувства закрываются. Ты получаешь отрешённое состояние. Ум отрешается от суеты, или я это назову, знаете, суета, это информационные матрицы. Вдруг эти матрицы перестают на тебя так сильно влиять во время этого действия. Это одно из самых привлений. Внешние матрицы перестают на тебя влиять. Внешние чувства закрываются. Вдруг ты переходишь от внешних чувств к внутренним чувствам. Ты больше начинаешь чувствовать то, что происходит внутри, чем даже то, что через информацию пытается влиять на тебя снаружи. И что ещё происходит? Ум как будто возносится, он находится в состоянии вознесения. Как это выражается? Земное перестаёт его волновать, его волнует только мир Сына Божьего. Это не происходит резко, но вы видите, что потихонечку ваше внимание мир забирает сложнее. То есть вам уже не хочется обращать внимание на то, что происходит вокруг, но у вас все цел начинает возноситься. Я называю это вознесение ума. То есть по природе ты посажен на престоле, но у тебя есть сознание, которое иногда гуляет где-то вне престола. И в этот момент происходит то, что я называю вознесением ума. Вдруг ты понимаешь, что ты не там, где ты думал, не в каком-то земном контексте, а ум возносится к небесным вещам. тебе хочется о них думать, тебе хочется в них погружаться. И следом за этим настает, друзья мои, созерцание. Вдруг открывается созерцание не так, как раньше. Оно становится чутким, чётким, более светлым, таким, знаете, как ты чувствуешь свет вокруг, свет вокруг, не свет в конце тоннеля, а вокруг, и тебе становится легко, легче, по крайней мере, или вообще легко созерцать духовный мир, мир невидимый. Вот ты находишься в этом свете, вот прямо обнаруживаешь себя в этом свете. И, как я уже сказал, важно оставаться в благодушии, важно оставаться в радости. Я уже советовал и ещё советую, напоминаю, что самый лучший вариант оставаться в благодушии, это начать с благодарения. Благодарение это первое пища брачного пира, благодарение. Оно реально тебя будет поддерживать в состоянии благодушия, реально будет давать тебе ощущение присутствия в чертоге брачном, вот в этом потрясающем свойстве духа, измерения, хочешь так скажи. И, как я уже сказал, твоя внутренность и твоё тело начинают улавливать тонкое. вообще отвлекающе скажу, что еда, друзья мои, она притупляет вибрации, потому что даже не только мы об этом говорим, многие говорят, что кишечник, он по своему количеству нейронов соответствует мозгу. по сути кишечник это чрево, из которого текут реки воды живой, представьте, реки воды живой текут из чрева, из кишечника, он наполнен нейронами, то есть практически, если так можно сказать, мозговыми клетками, носителями информации, проводниками информации. И представьте, что когда кишечник вечно забит, сами знаете, чем, то это притупляет реально все чувствования. Вообще, что называется, если брать учение еврейских там иудеев, то они вообще считали, и, кстати, Соломон даже упоминал об этом, они считали внутренние органы как будто пенами слуха и эмоций. Почки, печень, вот знаете, такие выражения, там, например, наши аналоги, чувствую шестой точкой, пятой точкой, да, или, как еще говорят, задницей, чувствую. На самом деле чувствования, они очень сильно связаны с почками, очень сильно связаны с кишечником. Например, если человек переживает страх, у него холодеет в животе. Вы заметили это? Он похолодел в животе. Даже иногда люди, ну, извините, опорожняются от страха, это именно из-за этого, потому что все это находится здесь. Точно так же печень считается одним из органов, отвечающим за чувства. Поэтому, когда вы это все делаете, вот тело начинает, вот оно так проявляется синхронно, то есть обостряются эти чувствования, интуиция, просто все начинает работать по-другому. И поэтому, подводя итог, я скажу, что, конечно, пост — это совершенно не пренебрежение плотью, потому что пренебрежение плотью — ай, типа, как религия, знаете, ай, типа, это плоть, надо ее подавить, там, это все самовольное служение. Если вы просто хотите подавить плоть, или использовать пост, чтобы похудеть, вы и так похудеете, вам не надо думать за похудением, просто если вы используете пост, чтобы похудеть, вы опять потолстеете, вот я вам правду скажу, неправильный мотив, и все будет не туда. Итак, поехали дальше. Хочу сказать пару пунктов, что, расшифровать то, что я сказал, что происходит. Я вижу, что вам всем понравилось то, что я сказал о бодрости тела. что бодрость тела — это явление, это первейшее явление Духа в посте. Вдруг, когда тело становится бодрым, а написано «Дух бодр», это означает, что твое тело начало проявлять свои духовные славные функции. Уже начало. Уже только бодрость, друзья мои, это чудо. Бодрость — это то, что становится вообще нормой у постящихся людей. Вот если ты всё время постишься, ну или там периодически, всё время, друзья мои, только пожалуйста, нерелигиозный фанатизм, не наживите себе проблемы. Я просто говорю, что у людей, которые это практикуют, у них вырабатывается привычка, да, то есть они уже не боятся, они не испытывают плохих симптомов, и бодрость становится их правилом тела, не только во время поста, даже когда они не постятся, человек постящийся как будто прививает телу, прививает телу бодрость. Тело становится всегда бодрым. Одно только упоминание в голове, ты когда вспоминаешь, что у тебя есть такое классное дело, как брачный пир, пост, знаете, тело начинает уже радоваться. И бодрость это что такое? Я сейчас хочу вам сказать. Дерево у потока вод, помните первый псалом, и будет он, как дерево, посажено у потока вод, лист которого не вянет, да, и всё, что не делает, успеет. Всё делать и успевать могут только физически активные люди, не беготнёй. А знаете, почему человек не успевает? Иногда ему просто лень донести даже чашу до рта. Вот ему лень вставать, у него прокрастинация, это завтра, это завтра, это послезавтра. И он бесконечно откладывает, потому что бодрость в теле не зашкаливает. И когда мы говорим, помните, за энергетическую систему, он говорит, будет, как дерево посаженного потока в вод. И, друзья мои, речь не идёт о воде, речь идёт о какой-то воде животворящей, которая является твоей энергетической системой. Это то, о чём мы говорим. Первый псалом, он об энергетической системе Бога. Там, говорит, не сидит в собрании нечестивых, не стоит на пути грешных, не находится в собрании развратителей. о чём это говорит, что путь грешных, собрание нечестивых, развратителей, это просто мир. Он скажет, он отрешён от этого, но о законе Господа размышляет он день и ночь, а спать, а не хочется спать. Понимаете? То есть, говорится о какой-то сверхъестественной бодрости и о сверхъестественной бодрости. Что такое не стоять на пути грешных и не сидеть в собрании развратителей и там вот это всё остальное. Я расскажу вам. Это жизнь без матриц. Вот так живёт весь мир, потому что он живёт весь подключенный к своим матрицам, к своему образу. Мы не подключены. Мы не подключены. И там говорится, я Господе размышляю там о законе день и ночь. Закон Господа это закон животворящего духа, закон духа жизни. Когда ты отключен от матриц, вот то, что я и учил, отключен от них, вдруг ты обнаруживаешь в себе этот закон. Помните, когда Павел говорит, что закон духа жизни во Христе освобождает меня от закона греха и смерти? Это означает, что когда ты отключен от матриц, этот закон автоматический или самостоятельно, даже не надо его тянуть и уговаривать, он вдруг проявляется. И что происходит? Ты становишься бодрым, как невянущий лист. Братьям особо нравится этот лист, невянет, никогда невянет, он всё время как роки-единороги у них или всё такое. Да. Легенды ходят уже о вашем сильном даре. Это здорово. И вот это жизнь без матриц, то, что мы говорим. И обнаружение этого, это реально брачный пир. Вот просто обнаружить это и как дерево у потока вод. Это энергетическая система, которая называется так «Отец». Я живу Отцом. Я живу Животворящим Духом. И, друзья мои, здесь, в этой системе, как всё наоборот. Помните, немощное у людей — это сила у Бога. Безумное у людей — это мудрость у Бога. И ты думал, что ты ослабеешься и не будешь елисти. Но то, что подключилось к тебе в этот момент, я тебе даже похвалю чуть-чуть, с тобой случилось то, когда ты завтра, если будешь выходить из поста или сегодня, с тобой случилось то, что случилось с Иисусом в пустыне. Он вышел в силе Духа. Когда Он уходил в пустыню, внешний наблюдатель мог бы сказать «Да ты ослабеешь, да ты умрёшь», но Он вышел ещё и в силе. И точно так с тобой, когда ты думал, что откажешься от еды и будет слабость и будет плохо, на самом деле обнаружился вечный источник в тебе, и ты выходишь с этого пира в силе Духа, невероятно бодрым. Вот что такое бодрость. Духовное тело, друзья мои, это тело сверхъестественное. И при бестелесном теле, вот когда это явление происходит, бестелесное тело, духовная жизнь твоя начинает являться, как я уже сказал, совершенство. Не только внутри, но и снаружи. Совершенство духовной жизни должно проявиться снаружи. Это чертоги брачные и ангелы. Помните, что сыны воскресения, сыны, которые живут в силе воскресения, они всегда тусуются с ангелами и всегда находятся в чертогах брачных. Сыны чертога брачного. Так назвал Иисус своих учеников. Они всегда с женихом одном. Они и есть жених. Что я хочу сказать, друзья мои? Конечно, я это всё говорю для того, чтобы развивать в тебе аппетит, желание, и твой опыт в этом деле, он должен сыграть с тобой вот такую классную вещь. Иисус сказал, сотворивший чудо именем моим не будет меня злословить. Это означает, что переживание, принцип в том, что пережить сверхъестественное, когда ты пережил сверхъестественное, ты захочешь это переживать всегда. Вот почему нам нужен хороший опыт в этом брачном пире или в посте. Чтобы хотеть этого всегда. Переживать сверхъестественное и наслаждаться Иисусом. Пережив бодрость тела через этот пир, ты подсаживаешься на это, как на чудесную сверхъестественную жизнь. Вау, да! Знаете, как мы говорим, а что, так можно было? Оказывается, да. Бодрость, ещё один термин даю бодрости, бодрость — это вера тела. Когда тело сияет бодростью, это вера. Вы знаете, что происходит, когда ты бодр телом? Я знаю по себе, потому что я люблю споры. В этом моменте кажется, что ты можешь показатели улучшить, там, знаешь, силовые какие-то вещи, у тебя сил много. Это как появляется из-за бодрости в тело, вдруг ты начинаешь верить, что ты сильнее и возможностей твоей больше. Вот бодрость — это вот как есть вера, проявляемая внутри, есть вера, проявляемая снаружи. Бодрость тела. Это вера тела. Можешь себе забыть, бодрость — это вера тела. И такая жизнь, друзья мои, вот такая жизнь, о которой мы сейчас говорим, она всегда открывает себя чудесными явлениями, потому что совершенство, вот это совершенство внутреннее, внешнее, оно всегда обнаруживает вокруг тебя чудесные явления. Я неспроста сказал про ангелов, про чертоги брачные, то есть вдруг ты обнаруживаешь себя в местах, в измерениях, которых ты не видел, в ощущениях, которых ты не знал, с теми личностями, которых ты вообще даже не думал, что когда-то увидишь. Это я говорю за бодрость. Теперь я чуть-чуть скажу за отрешение. Скажи со мной отрешение. Бодрость — это одно проявление животворящего Духа в теле, отрешение — это второе. Вы знаете, что когда человек постится, правильно, когда у него внешние чувства, как я сказал, закрываются. Ум возносится к Небесному в состоянии вознесения. И отрешение очень важно. Именно пост, именно вот этот брачный пир, друзья мои, он создаёт у тебя чувство, что ты отрешён от мира. Это вот эти отключения матриц, вдруг тебя перестают волновать то, что волнует всех людей. И самое главное, друзья мои, чувства закрываются. Это самый классный способ закрыть внешние чувства, через которые мир тебя дёргает за верёвочками. Вдруг тебе становится всё равно. Это вау. А зачем мне это надо? Иисус сказал, если ты не отрешишься от всего, что имеешь, не можешь быть моим учеником. И речь не в том, чтобы, знаете, религиозно воспринимать слово ученик. «О, я ученик Иисуса, я отрёхся от всего, мне не надо деньги, мне не надо…» Нет-нет-нет, вообще не об этом речь. Он говорит, понимаешь, у тебя должно быть отрешённое состояние, чтобы ты учился из внутренности, от своей божественной природы, чтобы учиться, вот просто воспринимать свою божественную природу, нужно отрешиться от внешнего. То есть, чтобы прийти к питанию от внутреннего, нужно отрешиться от внешнего. И отрешение, как я сказал, происходит, от матриц еды. Теперь, а почему именно еды? И вот это откровение, друзья мои, вам надо это услышать. Слушай, а нельзя отрешиться вот так, чтобы не отказываться от еды? А я скажу, почему именно о еде идёт речь. Оказывается, отрешение от еды вместе с этим даёт тебе отрешение от всех информационных полей мира. вы заметили, что когда самое главное в жизни это еда, когда нет еды, всё остальное уже не важно. И всё. Кто-то скажет, ну почему не важно? Ну важно до какой-то степени. Когда еда заканчивается, с каждым днём человек уже волнует всё меньше, вот еда, это всё. теперь я вернусь в бытие и покажу вам это реально из Библии. Отец Небесный сказал Адаму, слушайте внимательно, в поте лица своего будешь добывать себе пищу. почему я говорю, что когда еды нету, то всё заканчивается. Даже есть выражение такое, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. То есть люди даже допетрили до того, что когда ты сильно умираешь от голода, тебе уже ничего не надо, ни любовь, ни морковь, вообще ничего. Чувства закрываются. Как я и говорю, чувства закрываются. И еда для людей самое главное. Смотрите, почему Бог, вы не подумали, почему Бог, когда Адам покидал Эдем, он ему говорит, в поте лица будешь добывать еду. И казалось бы, ну такое наказание, типа работать будешь. Но человек, друзья мои, весь мир построен на том, что человек добывает еду. Всё о еде. Вот если честно, там кто-то говорит, нет, ну есть наука и образование, это всё о еде. Поверьте, друзья мои, даже если говорить там медицина, это тоже о еде, потому что медицина ликвидирует последствия жизни, где мы добываем еду. Всё обслуживает пот человеческого лица о еде. Вот это ключевое. Будешь в поте добывать еду, в поте лица. Все информационные поля Земли, вся информация мира в конечном счёте приводит к еде. Еда самое главное для людей. Без еды уже ничего не важно. Добывать в поте лица еду — это образ жизни. Это образ жизни всего мира, всего, вот то, что было Адаму сказано. И жизнь ради еды — это очень жёсткая привязка ко всем матрицам мира. Поэтому слушай сюда внимательно. если ты отказываешься, например, от чего-то, я не знаю, что там придумать, отказываешься от общения с кем-то, может быть, это и отвязка от какой-то матрицы, отказываешься, например, работать, ну, хорошо, отказываешься там любить деньги, вот, хотя опять-таки, когда мы знаем, что есть захочешь, пойдёшь деньги не зарабатывать. Всё это попытки. Но как только человек восстаёт против вот этого в поте лица будешь добывать еду, он практически восстаёт против всех матриц мира. Можно по отдельности перечислять и эта матрица, и быть белорусом эта матрица, и быть американцем эта матрица, быть там мужчиной или женщиной эта матрица. Когда ты отказываешься от еды, ты отказываешься, буквально, реально у тебя происходит отрешение от всех матриц. Потому что, ещё раз говорю, когда у тебя ты не ешь, ты можешь дойти даже до точки, когда тебе вообще всё равно, мужчина ты или женщина. И исторические примеры знают. Мамы едят своих детей. Но это конец всем матрицам. Знаете, вот съесть своего ребёнка, это уже конец всем матрицам, уже ничего не работает. Помнишь, мы на днях даже видели такую картину кошка со своим котёнком. Это её котёнок, она его любит, облизывает. Но как только она становится голодной, этот котёнок, он становится её конкурентом. И берут волонтёры на палочке, чтобы её успокоить, дают ей покушать, и как только она покушала, она снова подпускает к себе своего котёнка. То есть, еда это просто... Друзья, я неспроста остановился на этом, потому что вся, все-все-все матрицы, которые вы только знаете, они начинаются вот с этого. В поте лица будешь добывать хлеб, потому что этот образ жизни, он является полной противоположностью жизни в раю. Или ты живёшь в раю, или ты добываешь еду. И представляете, и ты такой, а я не буду добывать еду. Знаешь, что это значит? Такой, Эдем. Мне нужен Эдем. Ты отвязан вообще от вот этих слов. Вот почему, когда говорят, а почему именно пост? Потому что отвязка от вот этой энергетической системы, это отвязка от вообще всего образа жизни, которым живёт мир. Потому что чем бы кто ни занимался, они занимаются в отчим, в поте, лица добывают хлеб. И не смотрите на этих всех миллиардеров, миллионеров, на которых пота лица не видно. Они все потеют. Кто-то потеет от лопаты, кто-то от страха потерять деньги, все потеют за свой хлеб. Все потеют за свой хлеб. И неважно, это амбар или горбушка хлеба. Все потеют за свой хлеб. Поэтому, когда ты бросаешь вызов хлебу, это то, что хотел отец. Друзья мои, на меня прямо огонь сейчас ходит. Говорит, не хлебом единым жив человек. Но ты же сам сказал, что в поте лица будешь хлеб добывать, а теперь говоришь, не хлебом единым. Когда я сказал, что ты будешь в поте лица добывать хлеб, это была констатация. Я не привязывал тебя к этому, говорит отец. Я просто посмотрел, что теперь ты будешь только этим заниматься. Потому что глаза твои открылись на ложь. И вот ложь, друзья мои, вот послушайте, это просто бомба, Олечка. Друзья мои, глаза открытые на ложь, это когда человек добывает еду вместо жизни в раю. Вот слепее взгляда на жизнь придумать невозможно. И когда я сегодня говорю, давайте на три дня откажемся от хлеба, давайте попробуем войти в это. Отец хотел приучить это в пустыне, евреев, жить этим. Иисус это делал, Павел, говорит, часто в посте, то есть он постоянно это практиковал. И знаете, мы сейчас такие, о, Павел, он на дне морском сутки провел, да потому что его тело было полностью в его власти. Это был дух животворящий, которым не зависел. Он жил отцом, он не зависел ни от еды, ни от чего. И Павел часто, он говорил, часто в посте, в бдении, это значит, он не спал. И поверьте, друзья мои, такой радикальный человек, как Павел, если он говорит слово часто, это практически непрестанно. Это практически непрестанно. То же самое, когда Павел говорил, я избыточествую и доволен, то, поверьте, там было много. Это было много. За много. Поэтому Иисус говорит, он вторит и говорит, старайтесь не о пище тленной. Он снова отвязывает людей, говорит, откажись, вот просто попробуй, что такое, не заботиться о пище, и ты поймёшь, что такое пища моего пира. Это же рай. Практически, ты говоришь, ещё раз я повторю это, мне это так нравится. Ты говоришь, я не буду в поте лица вот эти три дня думать о еде. Я отрешаю. Вместе с этим вдруг над тобой теряют контроль все матрицы мира, все информационные системы. Ты знаешь, что когда ты не ешься мне, тебе плевать, кто будет выбран в Америке президент. Тебе вообще по барабану. Тебе по барабану, кто в твоей стране будет президент, когда ты не ешь 10 дней, например. Ну, друзья мои, я понимаю, что сейчас можно придраться к моим словам, но факт остаётся вот что. что это происходит. И поэтому вот почему этот способ, он такой классный, он такой сверхъестественный. Ты прямо знаешь, для чего я тебе так говорю? Я хочу, чтобы ты за эти три дня прям похвалился и сказал, вау, три дня, я не жил. Или даже, ну, может, а не получилось прям так отрешиться ещё сходу, но я сделал шаг в отрешение от мира. И внутренность, как Иисус сказал, если не отрешишься, не можешь быть моим учеником. Мой ученик — это ученик животворящего духа. Мой ученик — это означает, что ты учишься у своей божественной природы, потому что ты Иисус одно. Вот что такое бестелесное тело. Внимание, бестелесное тело — это тело отрешённое, отключенное от матрицы, отрешённое. И кто-то может сказать, ну, я всё равно дышал, я пил воду. Не спеши, друг мой. Самое главное, что отец не сказал, что ты будешь в поте лица добывать воду. Речь идёт именно о еде. Всё остальное будет там же, на месте. И последнее. Отрешённое тело. Когда ты начинаешь быть учеником своей божественной природы или учеником Христа, это означает, что твоё тело, оно бодрое, оно отрешённое, ты начинаешь учиться. Вдруг, как я сказал, внешние чувства закрываются, ты уже живёшь внутренними чувствами, живёшь отцом, чувствуешь прилив сил, бодрость. И следующее, что с тобой происходит, я уже упомянул это, отрешение, слушай внимательно, отрешение, это как будто закрытие тех глаз, которые сатана открыл Адаму. У тебя этих глаз нету, но тебя извне научили, что они есть. Что это означает? Ты смотришь на мир с точки зрения добычи еды, образа жизни какого-то приличного, мы все так думаем об этом. И дьявол, представляете, когда открылись глаза у Адама, именно после этого Адам стал добывать хлеб. То есть он стал смотреть на хлеб, как на вот это единственное, что дает человеку жизнь. Вопреки чему Бог сказал, не хлебом единым жив человек. Знаете, что это означает? Что человек думал, что хлебом жив человек. Адам стал думать, что он жив хлебом. И это дьявол ему открыл глаза на это. От решения оно закрывает эти глаза. Даже если эти глаза тебе навязаны, ты как будто видишь, вот знаешь, ну давайте, чтобы не говорить, что у вас какие-то дьявольские глаза открыты, я подберу другое выражение. Скажем так, посещающие вас идеи, что ваша жизнь зависит от хлеба, а эти идеи очень навязчивые, я могу тебе это доказать, особенно когда закончатся деньги. Сразу у тебя и глаза эти, и там уже ладно, и дьявол, и всё, лишь бы только были деньги. Поэтому от решения вот что такое, это закрытие глаз, погашение этих идей, тебя эти идеи перестают посещать. Закрытие глаз, которые были открыты у Адама. И что происходит? Ты снова начинаешь видеть рай райским прямо там, где ты находишься. Как только закрываются эти глаза, незаконно открытые, мысли, идеи, всё это извне, что было навязано, они закрываются, ты снова начинаешь видеть мир Сына Божьего прекрасным, а не загробным. Важно видеть мир Сына Божьего прекрасным, здесь и сейчас, а не загробным. Загробным его делают вот эти сатанинские открытые глаза. Здесь мы добываем еду, а там уже будем в раю. Нет. Созерцательная способность проявляется так интенсивно, когда ты, вот эти глаза закрываются, знаете что, человек буквально рай начинает видеть. Ведь он перестал видеть рай, как только вкусил от этого и за этим последовала еда. Еда на первом месте. В раю с едой нет проблем. Вдруг в раю, когда ты вкушаешь, тебя перестаёт волновать копание, пшеница, там всё это. Ну хлеб ты не добываешь больше. Именно в этом состоянии. Я больше не добываю хлеб. И жизнь духа, как я сказал, открывается в совершенстве. Вот, друзья мои, подумайте над этим. Возьмите это откровение, что оказывается весь мир это о еде. И самый лучший способ, ты думаешь, как мне от этих матриц отколупаться. Я просто тебе хочу сказать, если ты патриот, прям такой флаг у тебя на лбу, всё это закончится буквально на 10-й день поста. Ну на 20-й точно закончится. Но надо знать, что есть всё равно точка отрешённости из-за отсутствия еды внутри, которая отобьёт у тебя желание бороться за идеи, за любые. Спасибо. 100%. Знаете, как вот Бог сказал, если даже мать родная оставит дитя, я не оставлю. Мать родная, она может не просто оставить, она может съесть своё дитя. И таких историй было очень много. Вы представляете, что с ней происходит, что как у женщины ломается эта матрица, мой ребёнок, который, знаете, говорят, мама жизнь отдаёт. Инстинкты. Вы поймите, что вот бывает такое, что не просто она жизнь отдаёт, она может съесть. И вот как эти женщины в Библии, помните, давай сегодня твоего съедим, а завтра моего. И на сегодня большинство из вас не мыслят себя даже едущими соседского ребёнка, не говоря уже про своего. И ты думаешь, да я бы лучше умер с голода. Странно, почему эти женщины не решили умереть с голода. Знаете, почему? Потому что у них не было такого откровения, как у вас, о вечной жизни, о мире Сына Божьего, о том, что все живы у Бога, всё, что у них было, это вот эта жизнь. Понимаете? Я сейчас не буду развивать эту тему, но матрицы ломаются, даже такие, не говоря про патриотизм, ещё какая-то родина там, родины, Сталины, ещё кто-нибудь, это всё быстро уходит. И в заключение скажу, что вот эта отрешённость, она достигается просто вызовом тому образу жизни, который проконстатировал Бог. Он сказал, в пользу лица будешь добывать, и ты говоришь себе, вот эти три дня ничего о ей деле, ничего, я буду созерцать свой рай, и я из него не вышел. О, вау, друзья мои. Представляете, этот рай хотел отец показать в пустыне евреям. Говорит, да бросьте в эти котлы с мясом, этот лук, чеснок, вышвырни это, я сейчас тебе покажу. Они видели, что их одежда не снашивается, но почему же до них не дошло? Сегодня я тебе хочу сказать, что вот это состояние, как я сказал, оно начинается, сопровождается внешними, даже чудесными явлениями. Прикиньте, одежда не снашивалась. У учеников Иисуса одежда не снашивалась, никто не старел. Откуда ты знаешь? Я знаю. Если те, кто был с Моисеем, это пережили, то те, кто был с Иисусом, тем более это пережили. Написано, тем более во Христе. Поэтому, мои дорогие друзья, мы сейчас будем принимать причастие. Я так сегодня постарался побыстрее, но технически ещё какие-то заминки были, но всё это ерунда. Вы не волнуйтесь, у нас запись будет, так что вы пересмотрите. Да, это всё записывается, поэтому ничего не потеряли. Даже прямо после эфира мы снова его выставим, и вы сможете его досмотреть, если не смотреть. Ну ты понял, какой ты молодец, мой друг? Ты понял, какой ты красавчик вообще? Ты понял, что ты в эти три дня проходишь? Что ты прямо бросил вызов этому? Нет, я в эти дни, а еде ничего. Я созерцаю свой Эдем. Я отрешён. Помните, первое, бодрость в теле, второе, отрешённое тело. Это и есть бестелесное тело. Оно начинает интенсивно учиться внутренности. Вау! И третье, это созерцание. Вдруг, знаете, те открытые дьявольские глаза, которые смотрели на еду, как на источник жизни, они начинают смотреть на свой Эдем, они просто блокируются, вот отрешение блокируется. Созерцание обостряется, всё, ты начинаешь почему-то легко в посте видеть, и Личности сверхъестественной. Мы ещё к этому придём. Если ты в эти три дня ничего не увидел, не переживай. Моя цель была вот этого первого нашего такого опыта совместного, это чтобы ты пережил бодрость в теле. Запомнил это, потому что в следующий раз мы двинемся дальше. Мы будем, не остановимся только на бодрости, мы уже будем оперировать в отрешённости, оперировать в этом созерцании, оперировать, вау, в мире Сына Божьего. Вот что такое начало сотворения реальности. Поэтому те, кто едут в Казахстан, вам вообще повезло. Вы красавцы. Я так думаю, что за эти три дня у нас реально так открылись сильно глаза на пост, на брачный пир. И я прям внутри чувствую, что многие люди, которые услышали, особенно сегодняшний, третий день, потрясающее это послание, что хочется, знаешь, как заново пережить этот пир. То есть заново, уже полностью осознанно, если где-то первый-второй день, какие-то, знаешь, ну, мы входили в это глубже, 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 то сейчас, на сегодняшнем дне, ну, чего? Ты такая красивая. А сегодня такое ощущение, что вот просто хочется... Я сейчас смотрю, у меня слёзы наворачиваются. Все так обострились чувства вообще. Мы любим весь мир с новой силой. Друг друга вообще. Сегодня моя жена отобрала у меня цепочку и носит её. Наслаждаюсь, что у неё моя цепочка. Спасибо. Да, поэтому, вы понимаете, мы будем это развивать. Мы двинемся дальше, мы изучим всё, что нам принадлежит. Я чувствую, что, знаете, как будто какая-то стена упала. Нам отравили, вот буквально, нас снова заставили думать о еде, снова вот это всё. И где это произошло? В церкви, представляете? В церкви. И мы сегодня постимся не из-за того, что у нас ничего есть или денег нет. Мы хотим видеть наш Эдем. Настолько ощутимо. Не просто, знаете, слышать какого-то спикера, который говорит, ой, я был там в небесных дворах, там, местах, я что-то видел там. Нам нужно это здесь и сейчас. Не слушать спикера, а переживать всё сами. Аминь. Одного только спикера надо слушать. Вы знаете, какого-то спикера. Алина. Андрей, я комишу. О, Боже мой, это вообще, это просто, это просто. Необычный очень эффект. Друзья мои, представляете, это третий день, третий вечер. А если бы, представляете, однажды будет момент, когда мы будем вот так всё это делать, и это будет и пятый, и седьмой, и десятый. Однажды мы всей небесной цивилизацией зайдём в сорокодневный брачный пир. Вау. Вау. И это будет легко. Я не буду никого ценуть. Все будут желать этого. Все будут наслаждаться этим. Представляете, каким будет сороковой день. А потом мы подумаем, скажем, а что нам вообще выходить из этого? Зачем вам сороковой, сорок первый? Мы же живём в нулю. И всё. Почему? Откроют? Откроют. Аллилуйя. Отец, спасибо тебе за эти дворы, которые открываются прямо здесь. Они не там, они не за гробом, они прямо здесь. Я благословляю твоё тело. Я славящийся член тела коллективного, и я тело славное восставшее. Давай я снова скажу эту молитву. Меня так накрывает вообще. Скажи со мной. Восстаёт тело славное, восстаёт тело силное, восстаёт тело нетленное, восстаёт тело сверхъ сверхъестественное. Скажи это ещё раз. Восстаёт тело славное, восстаёт тело сильное, восстаёт тело крепкое, восстаёт тело нетленное, восстаёт тело сверхъестественное. тело восстанавливает. Это жизнь и восстанавливает. Это жизнь воскресенья, это жизнь славная, это жизнь Эдема, это жизнь расширенной и просторной. И давайте скажем Те слова, которые Бог с неба Сказал однажды Евросоюз Эти чудесные слова Из уст нашего Отца Не хлебом Единым Жив человек Но всяким словом Исходящим из уст Божьих Можно своим статусом Из уст Божьего Какое помазание, друзья мои Я прямо чувствую, что сейчас кто-то Получает сильное исцеление Я хочу высвободиться Тело славное Всякая немощь поселена В ум Христов Прямо сейчас Это энергетический поток Делает тело невянущим Вечно зеленым Зеленеющим Деревом Ты посажен Прямо на потоке Матрицы не могут сделать Ничего Ты не зависишь Нет какой энергии Кроме этой Сила Божья проходит Через тебя Сейчас Любовь наполняется Тело бодрит Тело отрешено Оно здесь В этом доме Оно запитано В этом источнике Я говорю В чью-то жизнь Ты все Успеешь Я слышу Сейчас кто-то думает Не успевает Какие-то кредиты Не успевает Какое-то проезд Я говорю Ты все Успеешь Твоя семья не развалится Твой бизнес не развалится Твои дела Не дадут Никакого урона Ты все Успеешь Будь в этом Будь отрешен Дай поток И бить через тебя Так сильно Ты поток Мы сказали о теле Сегодня так много Поэтому Как Павел учил Рассуждая о теле Делаем это Мы так много Рассудили о теле За эти три дня Так много Пережили в целом Что одно только Это пророческое действие Созрастательное действие Употребление Тела Знаешь, что происходит Ты исцелен Бери это И получай свое То, что тебе нужно Любимые Так мне хочется Заканчивать Наше общение В духе мы вместе Мы одно сознание Одно тело Один дух Один отец Один сын Один дух И встречаемся Завтра на молитве Ут-19 По МСК Я благодарю всех Кто был с нами Благодарю за ваше Ходатайство За ваше даяние Все как обычно Когда ты это делаешь Молишься Делаешь даяние Ты делаешь это Ради себя Потому что Ты Божественный До встречи Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok